Добрый вечер! В эфире новости АТН. В студии работает Мария Парсенкова и в начале выпуска коротко о главном. Жалуетесь на том основании, что вы не являетесь не членом комиссии. Наблюдать через замочную скважину. В обл. избиркоме сегодня препятствовали работе журналистов и не пустили прессу на одну из процедур приема протоколов голосования. Задача в чем? Чтобы не допустить сепаратистских проявлений, настроений, чтобы гарантировать целостность Украины и единение нашей страны. А я думаю, для этого эти силы подходят. Новые местные выборы, но старые расклады. Как распределяться депутатские кресла в областном и городском советах и какой политсиле снова досталось большинство? Входная дверь в чердачное помещение была открыта. И очаги пожара находились практически на небольшом расстоянии, их было два. Пожар в жилом доме в центре Харькова. Следствие не исключает поджога. Теперь подробнее. В городской избирательной комиссии заканчивают принимать, в областной только начинают. Сегодня обл. избирком принимал протоколы у первых районных комиссий из Харьковской области. Но заснять весь процесс журналистам не удалось. На электронную сверку протоколов съемочную группу не впустили, закрыв дверь на ключ. От вчерашнего ажиотажа в городской избирательной комиссии не осталось и следа. Сегодня члены комиссии принимают тех, кто не захотел вчера достаивать очередь или возвращался для уточнения. Таких, говорят, в городсбиркоме было всего около пяти. К вечеру 26 октября горы с Бирком успела отпустить около 520 комиссий. Оставшаяся на ночь рабочая группа приняла еще одну комиссию. Сегодня, к середине дня тех, кто еще не подоспел со своими протоколами, оставалось около 60 комиссий. Так что завтра, говорят, в городсбиркоме смогут уже перейти к протоколам от ТИК по выборам мэра и депутатов горсовета. Я думаю, что мы сегодня должны принять все протоколы отдельничных выборчих комиссий города Харькова. Затем мы их обработаем и передаем в областную избирательную комиссию. А вот в облсбиркоме обошлись без очередей. Сегодня тут только начинают прием протоколов по выборам депутатов в облсовет из районных комиссий области. Каждый назначен на свое время. Члены облсбиркома будут принимать их, не прерывая заседание, через каждые полчаса. В том, что справятся быстро, уверены. Комиссий всего 34. На утро о своей готовности прибыть в облсбирком сообщили три комиссии. Раньше всех успели представители Краснокутской районной комиссии. Говорят, особых проблем с подсчетом не возникло. А вот физически было тяжеловато. Выдержать такой режим и график работы не каждому под силу, а в комиссии, извините меня, простые люди находятся. И выдержать двое суток на ногах без сна, без отдыха – это очень тяжело. Потому что начала комиссия работать с 7 часов утра 25 числа и закончили вчера глубокой ночью. Процедура приема стандартна. Сначала проверяют наличие всех необходимых документов, после оглашают протоколы. Затем эти протоколы два доверенных члена облсбиркома относят на электронную сверку в соседнюю комнату. Однако проследить этот процесс съемочной группе АТН не удалось. В комнату, где проводилась сверка, журналистов не впустили, закрыв дверь на ключ. Неизвестный, который не впустил съемочную группу и запер дверь, отказавшись представиться, заявил, что журналисты не имеют права присутствовать при данном действии комиссии. При этом препятствовавший журналистам даже не являлся, как выяснилось позже, членом комиссии. Александр Коновалов возглавлял предыдущий обл. избирком, распущенный по требованию представителей оппозиционного блока и уже при новом составе является юристом областной избирательной комиссии, а значит, отмечают специалисты, вообще не является участником выборного процесса. Если лицо, которое не является членом комиссии, не пустило журналиста на заседание комиссии при подсчете голосов, в том числе в электронном виде, в любом виде, то это лицо, кроме того, что оно совершило преступление, предусмотренное фактически уголовным кодексом и воспрепятствовало законной деятельности журналиста, это лицо, также можно ставить вопрос о привлечении к уголовной ответственности за самоуправство, за превышение фактически своих полномочий. Для разрешения данного конфликта юристы рекомендуют обращаться в правоохранительные органы. Кроме того, о данном нарушении журналисты уведомили представителей организаций, занимающихся наблюдением за избирательным процессом. Оксана Инчапаренко, Виталий Лапскир, Владимир Борох, Александр Проценко, агентство телевидения «Новости». Абсолютное большинство депутатов Харьковского гурсовета будут подконтрольны новому старому городскому голове Геннадию Кернесу. Впрочем, его же политсила получила и превалирующее преимущество в облсовете. Таковы предварительные результаты местных выборов на Харьковщине. Однако, говорят эксперты, окончательный почет вряд ли кардинально повлияет на распределение депутатских кресел. И представителям гражданского общества снова придется искать способы контролировать власть извне. Данные экзитполов и предварительный подсчет голосов показывают, что партия Ведроджиня, контролируемая на Харьковщине Геннадием Кернесом, набирает почти 40% при выборах в облсовет. Учитывая, что в области практически каждый пятый из пришедших на избирательные участки отдал свой голос за силы, не набравшие 5%, а значит, не получившие право формировать облсовет, Ведроджиня получит таким образом практически половину всех депутатских мандатов – 59 и 120. Еще 12 кресел займут, по всей видимости, самые близкие соратники Ведроджиня – тоже экс-регионалы, но уже контролируемые Добкиным, члены оппозиционного блока. То есть пара Добкин-Кернес получит контроль над решениями Харьковского облсовета даже без необходимости вступать в переговоры с другими силами, в том числе с близким по духу и составу партии «Нашим краем» Александра Фельмана, который может рассчитывать на 9 мест в облсовете. Еще две политсилы, демократические или условно-демократические, в самой помощи блок Петра Порошенко «Солидарность» могут рассчитывать на 16 и 12 мест соответственно. Блокировать, говорят эксперты, решения бывших регионалов они вряд ли смогут. Однако при активной работе в Совете их оппозиция может быть конструктивной, а критика не позволит принимать откровенно преступных решений. Сам характер проведения выбора, он же показателен. Не было же, слава богу, никаких эксцессов. Опять же, ведрожжение – это не черт с рогами, понимаете? Это такая умеренная сила, да, там в основном бывшие регионалы. Ну и ничего в этом такого супер страшного я не вижу. То есть они, вот как они, а они же явно сотрудничали по поводу проведения выборов, значит они, мне кажется, и дальше найдут общий язык в деятельности этих ран. Ведь задача в чем? Чтобы не допустить сепаратистских проявлений, настроений, чтобы гарантировать целостность Украины и единение нашей страны. Я думаю, для этого эти силы подходят. Они не радикальные, умеренные. При этом губернатору Игорю Райнину, который не сможет положиться на поддержку большинства, говорят эксперты, безусловно, придется работать с оглядкой на политических оппонентов и договариваться с городским головой. Ведь в отличие от председателя ХОГА, Геннадий Кернес сможет опереться на своих соратников. Депутаты Ведроджиня, за которых проголосовало более 50%, не просто станут большинством, а получат абсолютное преимущество и займут в Горсовете по предварительным расчетам 57 мест из 84. В то время как демократы, самопомничь и блок Петра Порошенко «Солидарность» получат по 19,8 мандатов соответственно. Нового ничего на этих выборах не произошло. Сформировался состав областного и городского совета по тому же принципу, по которому и был. Партии Ведроджиня принадлежит подавляющее большинство. И если это подавляющее большинство в Горсовете составляет более чем 50%, нужно отметить, что Геннадию Адольфовичу ничего не придется менять. Решающее слово за ним, и результаты он будет получать такие, которые бы он хотел. Если, будучи на уголовно-судебном крючке у Банковой, считают эксперты, Кернес вряд ли решится в ближайшее время на откровенные сепаратистские демарши, то распил бюджета и земли в Харькове может попытаться продолжить. Даже если в Горсовет сможет войти наш край, чьи результаты сейчас находятся в пределах погрешности, это вряд ли кардинально повлияет на расстановку сил, говорят политологи. Противостоять ему могли новые демократические силы, созданные из активистов гражданского общества и волонтеров. В сумме за эти партии проголосовало около 9% пришедших на выборы, и вместе они могли бы пройти в обл и горсоветы. Однако, когда говорится, молодые политики так и не смогли. Пошли разными пятью проектами, в результате чего ни одна политсила не смогла преодолеть проходной барьер. Демократы не смогли объединиться. Я лично предлагал каждой молодой непарламентской партии объединяться, четко понимая, что победа возможна исключительно при объединении всех ресурсов финансовых, человеческих, организационных. К сожалению, почти все лидеры так называемых демократических партий, четко понимая, что у них нет ни единого шанса пройти в городской совет самостоятельно, тем не менее, предпочли самостоятельный поход ради какой-то глобальной перспективы. Но, к сожалению, это не в интересах харьковчан. В итоге теперь проигравшие возлагают свои основные надежды на коллег и самопомощь, и обещают не оставлять волонтерства и общественные проекты, а также самоорганизоваться и, возможно, объединиться перед парламентскими выборами, чтобы суметь донести электорату необходимость прийти на участки и выбрать свое будущее. Прошла хоть какая-то часть демократических сил, то есть часть депутатов от самопомощи. Мне очень надеюсь, что все-таки их партийные внутренние проблемы не сделают так, чтобы не прошли те люди, которых мы считаем достойными. Там Виктория Нелютина, Татьяна Бедняк, которые реальные волонтеры, которые реально работают. Тарас Ситенко, опять-таки, чтобы у них внутренние перестановки в списке не заставили убрать их, а поставить кого-то лояльного себе, мы очень надеемся, что именно эти люди будут там. И что они, собственно говоря, будут иметь доступ, во-первых, к ситуации внутри, к актам, которые доступны только депутатам горсовета, которые мы сможем также контролировать. Мы очень надеемся, что все-таки мнение демократической части Харькова через них можно будет доносить, потому что мы все равно с ними сотрудничаем. Именно влияние гражданского общества, считают эксперты, делает результаты выборов не настолько критичными. Тем более, что в парламенте активно обсуждается механизм отзыва депутатов, что может повлиять на их решения. А также теперь депутаты местных советов примут участие в формировании местных органов власти, и их голоса не смогут проигнорировать ни в Харьковском городском, ни в областном, ни в местных советах, в части которых по региону новые силы все же смогли пройти. Марина Николаева, Александр Проценко, агентство телевидения новости. Пожар в жилом доме в центре Харькова. По предварительной версии, причиной возгорания пятиэтажного здания стало неосторожное обращение с огнем. Не исключает милиция версию поджога. Это уже пятый случай пожара в жилых домах в центре города за последние три месяца. В теме разбиралась Сина Степанишина. Дом по улице Каразина, 17, загорелся накануне вечером. Информация о пожаре дежурному ГСЧС поступила около половины восьмого. Звонивший уточнил, что горит пятиэтажный жилой дом. На место происшествия сразу же отправили восемь подразделений спасателей, включая учебное подразделение курсантов, а также три автолестницы. Когда же спасатели прибыли на место происшествия, с крыши повалили огромные клубы дыма. Площадь пожара уже составляла 450 квадратных метров. Началась эвакуация жильцов. В это же время другая часть сотрудников ГСЧС тушили пламя. В 10 вечера пожар был локализован, а в начале 12-го полностью ликвидирован. Весь сегодняшний день на месте ЧП работала следственная оперативная группа. Эксперты, как рассказали в управлении ГСЧС в Харьковской области, обратили внимание на то, что входная дверь на чердак была открыта. А потом и теперь не исключают и версию поджога. Обратили внимание на то, что входная дверь в чердачное помещение была открыта. И очаги пожара находились практически на небольшом расстоянии, их было два. То здесь рассматривается основная версия. Это, конечно, неосторожное обращение с огнем неизвестного лица. Но в том числе и рассматривается версия поджога. У напуганных жильцов пятиэтажки своя версия случившегося. Некоторые уверяют, что после пожара у них появится еще один этаж, как это уже было в других случаях. А некоторые категорически это отрицают. Вот все муссируют тему последних, скажем так, пожаров по центру, что якобы для того, чтобы пристроить верхний этаж. Ну, честно говоря, мало в это верится, потому что, ну, во-первых, дом довоенный. Что здесь пристраивать. Не знаю, вообще, ну, таких, скажем, тут враждебных каких-то отношений нет. Вообще, вот, может быть, короткое замыкание. Больше нет. Никогда здесь не было, никогда сюда никто не приходил. Знаете, как всегда видно, когда ты там ходишь, это присматривают. Нет, здесь такого нет. Тем не менее, это уже пятое возгорание, произошедшее в пятиэтажных домах в центре Харькова. Так, в июле этого года в течение недели пожары произошли в четырех жилых домах в переулке Артема, на улице Культуры, Чернишевской и на Петровского. В последних двух случаях киевский райотдел милиции тогда открыл уголовное производство по статье «Умышленная порча имущества». И хотя уже прошло три месяца, расследование пока еще не дало окончательных результатов. На данном этапе досудебное расследование проводится, так как назначен комплекс экспертиз, которые мы дожидаемся. И по их результатам уже, безусловно, у нас будут установлены причины возгорания. Что же касается случая на улице Каразина, то, говорят, в милиции происшествия тоже квалифицировали по статье «Умышленная порча имущества». И хотя во всех пяти случаях возгорание начиналось с чердаков, правоохранители рассматривают все версии, включая короткое замыкание и занос открытого источника огня. И не исключают, что все пожары могут быть связаны. Инна Степанишина, Павел Велицкий, Владимир Борох, агентство телевидения новости. Вы смотрите новости АТН, далее выпуски. Здание заминировано, сказали. Первое, что занесли туда. И он там, я не видела, чтобы его выносили. Звонок о заминировании Харьковской облгосадминистрации снова оказался ложным. Какое наказание грозит шутнику? Налоговые реформы и то, что происходит, далеки от реалий, которые сегодня на местах. Готова ли украинская экономика к радикальным изменениям налоговой системы? Сегодня в Харькове замминистра финансов Елена Макеева обсудила с бизнесменами внедрение налоговых реформ в Украине. Позднее было установлено також водя, який обгонтованно подозрится в скоенне данной выраженно-транспортной приводы. Сбил на смерть пешехода и скрылся. Виновника ДТП патрульным удалось задержать по горячим следам. Подробности через несколько секунд. Звонок о заминировании сегодня снова прервал работу чиновников Харьковской облгосадминистрации. 540 человек были эвакуированы из здания. После обследования взрывотехниками более 10 тысяч квадратных метров территории выяснилось, сообщение было ложным. В дежурную часть Киевского райотдела милиции от оператора службы 102 сегодня утром поступило сообщение о том, что здание облгосадминистрации заминировано. Анонимный звонок прозвучал около 10 часов. Примерно в это же время, говорят очевидцы, в областную администрацию приехал и харьковский мэр Геннадий Кернес. Мы пришли на приём сюда, и нас оттуда попросили уйти, потому что здание заминировано, сказали. Перлица занесли туда. И он там, я не видела, чтобы его выносили. К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского райотдела милиции, кинологи, взрывотехники и эксперты. Правоохранители оцепили здание. Однако движение транспорта не перекрывали. Для охраны общественного порядка вызвали ещё и патрульную полицию. Поступилось заявление о том, что здание облгосадминистрации было заминировано. И мы приехали сюда для охраны общественного порядка. Сейчас, в данный момент, работают эксперты. Люди эвакуированы и работают эксперты. Всего из облгосадминистрации эвакуировали 540 человек. Взрывотехники осмотрели более 10 тысяч квадратных метров. Но никаких взрывоопасных предметов так и не нашли. Очень детально было осмотрено шестиэтажное здание. Шесть всей этажей и прилегающей территории. И осмотр составил где-то около 10 тысяч 800 квадратных метров данной территории. Никаких взрывных устройств и веществ, которые опасных, милиция не нашла. Данное событие внесено в единый реестр досудебных расследований за частью первой статьи 259 о заведомо ложном сообщении Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Сейчас проводятся следственные действия. Милиция ищет лжеминера. Инна Степанишина, Павел Велицкий, Агентство телевидения Новости. Упрощение системы налогообложения и снижение процентных ставок. Сегодня в Харькове заместитель министра финансов Елена Макеева обсудила с представителями бизнеса внедрение налоговых реформ в Украине. Последние настаивают на радикальных изменениях налоговой системы. В правительстве уверяют, украинская экономика пока к таким мерам не готова. Споры вокруг реформ налогового законодательства в Украине не утихают уже больше года. Ранее под руководством главы налогового комитета Верховной Рады Нины Южаниной был разработан законопроект изменений в налоговом кодексе, который был внесен на рассмотрение в парламент как раз накануне, 26 октября. Депутаты предложили снизить налог на доходы физических лиц до 10%, налог на добавленную стоимость до 15% и единый социальный взнос до 20%, а также перейти к налогу на распределенную прибыль по ставке 15%. Однако в Министерстве финансово уверяют, комитетский законопроект может обойтись бюджету потерями в более чем 200 миллиардов долларов и опасаются, что возможно даже приведет к приостановке финансирования Украины от Международного валютного фонда. Поэтому в Министерстве решили предложить так называемую альтернативную реформу и начать с установки большинства ставок на уровне 20%. Мы разумеем, что будь-який потребитель, он сегодня хочет самостоятельно разбираться в податковом законодательстве и рассчитывать, сколько не сплачивают податки. Поэтому модель, запропонованная Министерством финансов, которая предпочитает плоскую линию ставку 20% и она есть простая, зрозумела для всех. Однако эксперты и представители бизнеса утверждают, такие предложения правительства могут еще больше усложнить систему уплаты налогов, а также будут и дальше препятствовать развитию предприятий. Жалуются из-за того, что большинство налоговых ставок в Украине, в частности НДС, предприниматели платят авансом, у них сокращаются объемы производства и реальная прибыль. Поэтому требуют от представителей власти реальных предложений по реформам налогового кодекса. Мы платим авансовые налоги на прибыль, у нас сокращаются объемы производства, у нас реальная прибыль сокращается, но мы авансовые платим. По базе предыдущих периодов. И поэтому получилось таким образом. Мы заплатили авансовые налоги и мы заплатили пошлину на импорт. И пошлину на импорт заплатили. Мы понимаем, что бюджет получил, но при этом производство может развиваться? Не может. Налоговые реформы и то, что происходит, далеки от реалий, которые сегодня на местах. Трудно даже сегодня проанализировать, в каком состоянии находятся те или иные предприятия. Представители бизнес-среды утверждают, первым шагом по радикальным реформам в налоговом законодательстве может стать изменение системы начисления НДС. По примеру, мировой практики, когда налог платится не заранее, а уже по факту полученной прибыли в конце квартала. Именно это было одним из основных требований налогового Майдана. Как утверждают эксперты, ныне действующая система ведет к нехватке оборотных средств на производство, что тормозит развитие предприятий. В свою очередь, в Министерстве финансов обещают учесть замечания представителей бизнеса в своем законопроекте. Лариса Говина, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. Накануне в Харькове произошло три серьезных ДТП с пострадавшими и погибшими. Патрульным удалось оперативно задержать водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Три серьезных ДТП за несколько часов, одно со смертельным исходом. Аварийный вечер начался накануне около шести. В районе 44-го дома по улице Володарского водитель автомобиля «Форд Сьерра» не справился с управлением и влетел в электрический столб. Водителей пассажира на скорой доставили в больницу. Следующая авария произошла около десяти вечера. «Ауди» двигала со стороны улицы Шевченко по Героев труда в направлении улицы Барабашова. В районе второго дома водитель совершил столкновение с «Хюндай Туксон», который ехал впереди в попутном направлении. За рулем последнего находила женщина 56-го года рождения. «В наследок данной ДТП травмы отримал сам водитель данного автомобиля «Хюндай», а также пассажир автомобиля «Ауди». Обидва были отправлены до медичного заклада, до четвертой лекарни у пассажира «Ауди», перелом «Ребер», численное забитие тела у водителя «Хюндая». А ближе к часу ночи на проспекте 50-летия СССР рядом с домом номер 181А автомобиль сбил пешехода. 41-летний мужчина от полученных травм умер на месте. Водитель, который совершил наезд, с места происшествия скрылся. Прибывшая следственная оперативная группа установила приблизительный цвет и марку автомобиля. И уже через несколько часов 45-летнего мужчину, который находился за рулем Део Ланоса, задержали. Было складено ориентование, которое передали на черговую часть управления ДАИ. После отримания такой информации, стосовного расширения автомобиля, который скою в дорожньо-транспортную пригоду, и из них, с места пригоды, нарядом патрульной полиции, при патрулювании на улице Академика Павлова было установлено автомобиль с характерными пошкоджениями передней части транспортного засоба. Позднее было установлено также водя, который обгонтованно подозрится в скоянии данной дорожньо-транспортной пригоды. Уголовное производство начато по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством. Задержанному автомобилисту грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, запретом управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. Был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, должны показать медицинские экспертизы. Алена Сорока, Павел Велицкий, агентство телевидения новости. Таким был вторник, 27 октября. Больше новостей на нашем сайте atn.ua. В студии работала Мария Парсенкова. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин